Губернатор Игорь Руденя в эту среду посетил Конаковскую ГРЭС, которую передали в собственность Паолу Койл, одной из самых крупных и современных отечественных энергетических корпораций. Напомним, что 7 ноября на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным Игорь Руденя сообщил о планах создать в Конаковском районе образовательный кластер. Здесь действует колледж, где готовят специалистов в сферы энергетики. Тему продолжит наш корреспондент. Конаковская ГРЭС – одна из крупнейших электростанций Центральной России, седьмая по мощности тепловая электростанция страны. Ее основной вид деятельности – производство электрической тепловой энергии. Мы провели модернизацию четырех котлов. Общая мощность нашей станции – это 2520 мегаватт. Если говорить про тепловую мощность, то это 120 гигакалорий в час. Станция является очень мощной. Если работать всеми блоками, то мы можем покрыть энергопотребление всей Тверской области. В ходе посещения Игорь Руденя осмотрел мощности ГРЭС, машинный зал, станцию техобслуживания, заборы воды и другие объекты. Губернатору представили компьютерный тренажер, который имитирует работу энергоблока. На нем персонал отрабатывает действия по управлению энергоблоком, включая алгоритмы в случае аварийных ситуаций. Глава региона также побывал в музее, посвященном истории ГРЭС, и написал пожелания в книге почетных гостей коллектива и руководства. Затем на совещании, которое прошло на площадке станции, рассмотрели вопрос о развитии Конаковской ГРЭС. Одно из направлений взаимодействия с компанией «Лукойл» касается образовательного блока. Конаковская ГРЭС тесно сотрудничает с Конаковским энергетическим колледжем. Мы ремонтируем их помещения, передаем оборудование. У нас есть тренажерный специальный кабинет, где диспетчеризации можно обучиться. Мы берем студентов на практику. У нас есть конкурсы, в результате которых мы также студентам предлагаем рабочие места у себя на станции. Конечно, мы ориентированы на молодых специалистов, на их обучение. Губернатор считает, это может стать платформой для формирования образовательного кластера по подготовке квалифицированных кадров как для самой электростанции, так и в целом для промышленного комплекса нашего региона. Также был рассмотрен вопрос о создании на территории рядом с Конаковской ГРЭС инновационно-промышленного парка для размещения энергоемких предприятий, в первую очередь в сфере обработки данных. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул готовность региона обеспечить максимальное содействие потенциальным резидентам в реализации инвестиционных проектов.